очень очень красивый день сегодня всем привет из канады из осенней солнечной канады как вы видите у нас осень в полном разгаре я надеюсь что ветер не очень помешает мне моим разговорам а вышла я сегодня на самом деле просто потому что сегодня последний теплый день в году начало ноября у нас 18 градусов тепла это неслыханная неслыханная невероятная погода для канады для провинции онтарио думаю что конечно больше такого тепла не будет уже у нас вот вот зима на носу у нас уже везде рождественские украшения елки стоят в магазинах продаются игрушки я наверно вам поснимаю если что-то успею снять потому что у нас в этом году какая-то совершенно истерия по поводу по поводу покупок ну вообще надо сказать что на рождество в канаде всегда истерия по поводу покупок потому что здесь рождество это такой праздник где-то не так как у нас был на новый год что было принято подарить каждому по подарку и в общем то на этом все здесь на рождество дети готовят список того что они хотят чтобы родители им купили на рождество посмотреть какой ковер прям ковер из листьев я такой листопад сейчас прям поднялся ветер и прямо такой листопад листья сдувают с деревьев очень красиво пытаюсь перекричать ветер не знаю как у меня получается но во всяком случае хочу с вами поговорить на тему рождества и нового года в канаде я начал говорить о том что дети здесь готовят список подарков на рождество не один какой-то подарок не одну какую-то игрушку целый список то есть родители должны купить каждому ребенку по четыре по пять подарка в зависимости от того какой у кого бюджет и положить под елку вот эту вот кучу подарков для каждого ребенка здесь как конечно рождество это какое-то просто какой-то безумие с подарками а поскольку у нас сейчас большие проблемы с поставками как это здесь называется сопла чей как бы цепочка поставок вот эта цепочка поставок и она порвалась за последние несколько ковидных лет посмотрите какой красивый тату или клен я не разбираюсь но посмотрите какие красивые красивые листья вот они пожелтели не мгновенной красоты так вот все у нас поломалось все поставки все у нас испорчено вот поэтому нам сказали прям прям написали в интернетах написали канадских если вы хотите купить подарки к крисмасу к рождеству покупайте их прямо сейчас потому что потом может ничего не оказаться и вы можете остаться без подарков вашим вашим близким вашим родственникам вашим детям какой красивый тоже красный куст прямо красный красный здорово такой цвет необыкновенный в общем я попытаюсь конечно кое-что снять но я не уверена что что я что-то успею что-то застану теперь на самом деле новый год здесь особо не отмечают кроме как нас русских и вообще славян и местные канадцы для них новый год ну молодежь там ходит на ночь попраздновать побузить это не все ну в общем как бы новый год это не особенно здесь праздник много вот никто не дарит подарки никто не планирует вернее никаких особенных празднец кроме нас опять же конечно во всех русских ресторанах в торонто значит новогодние новогодняя ночь это самое такое самое центральное событие всего года билеты продается очень заранее и купить чтобы купить билеты на новогоднюю ночь вот какой-то русский ресторан в торонто надо озаботиться заранее плюс они стоят обычно в два в три раза дороже чем обычный входная плата в русский ресторан в обычное время что такое русский ресторан русский ресторан это такой типа клуба то есть вы допустим платье за вход 70 80 90 120 долларов зависимости от от ресторана на человек вот эта сумма на человека и вы значит заходите туда перед столом примерно четырех на восемь человек на того сколько какая у вас компания вы приходите туда вам там проставлено уже накрыта поляна на столе ну вот так по-русски салатом оливье со всякими с икрой блины с икрой там какие-то крабы кальмары вот здесь делают ремонт поэтому вид застает такая штука я вам сейчас расскажу что такое когда люди делают ремонт они у себя в доме они вытаскивают все старое например старую кухню старую ванну они должны это куда-то выбросить вот они выбрасывают такой вот бин это называется кто у него отвозит мусор а вот здесь говорят просят чтобы на их участке собачки не не делали свои дела и написано что пожалуйста будьте уважайте других так вот русский ресторан отличается обилием невероятным обилием еды один раз мы позвали в русский ресторан с нами канадских друзей они были потрясены вообще зачем столько еды как можно столько жрать всю ночь причем это обычно начинается ну так по-русски часов 8 вечера и значит вы приходите значит стол накрыть салатами выпивку кстати можно приносить свою что усиленно удешевляет это все мероприятие но дело в том что вы едите знаете это называется столько сколько вас влезет то есть вы допустим съели все салаты вам по второму разу принесут поставить на стол вы съели опять вам еще раз принесут то есть безлимитный такой безлимитный обжиралово наши красавцы клеоны самые красивые наши канадские клеоны все завяло видите все пожелтело я вам снимала здесь несколько дней назад не дни а может быть недель перед хэллоуином и там были такие красные деревья были красные вот они все облетели видите а которые были зеленые все стали желтые они пожелтели обычно это происходит одновременно это очень красиво в этом году так получилось что красные все облетели листья остались только желтые вот в общем вам приносит блюдо между горячим и закуской потом вам приносит горячий кто вы приносит десерт все это в неимоверных количествах таком знаете такой разврат еды плюс при этом значит обычно это шоу какое-то значит там сцены музыканты и какая-то какие-то танцы там кто-нибудь танцует чуть ли не там в одном ресторане балет в другом коваре там третьем зависимости от их программы может быть какой-нибудь типа цирк а потом начинаются танцы вот у них есть танцпол и вот это либо диск-жоке либо обычно это музыканты певец и это может длиться до часу двух-трех ночи но в общем очень поздно так вот очень часто значит отмечают новый год в этих самых русских ресторанах или вот отмечать от компаниями собираются ли какой-то канадский клуб который там не устраивает таких праздниц невероятных но в принципе тоже как бы делает какую-то программу какие-то танцы немножко но нет но не так в принципе в канадских ресторанах все заканчивается в 12 в час в 12 люди чокаются целуются в 12 ночи все должны целоваться и все где-то в пол первых час расходятся домой ну как бы отпраздновали поэтому для канадцев новый год это вообще не не такой же великий праздник просто как бы вот повод повод собраться покушать потанцевать но особо никто не не усердствует до фанатизма дело не доходит смотрите вон белка бежит наши белки в этом что-то жрет бешеные наши белки которые вечно носятся через дорогу я когда еду на машине я так всегда боюсь ее задавить они как как камикады какие-то кидаются кидаются через дорогу несутся совершенно не не разбирая дороги когда всегда едешь по 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 дороге вот вот по такой вот и вот это вот белка сжигает через дорогу и это знаете ну казалось бы ну подумаешь на белка ну как-то не хочется животинку давить на вашу горочь наша белки на такой стресс стрессовую ситуацию на дороге так вот канадцы не празднует особенно новый год празднует только русские и молодежь молодежь в принципе идут какой-нибудь паб рестораны но они и так любую пятницу или в субботу если они идут какой-нибудь паб они так там до двух до трех ночи тусят а в принципе ну новый год ноут еще еще одно название там это с родни например у нас есть в марте сент-патрик дэй это ирландский праздник когда все одеваются в зеленый цвет танцуют ирландские танцы пьют очень много пива и в принципе тоже вот устраивают всегда партии на такой день потому что вот это ну какой-то повод для для устройства партий вот так что вот что будет в этом году никто не знает потому что после всех локдаунов и всего вот этого вот в прошлом году ничего не было никакого как нового года никакого рождества никто ничего не отмечал потому что всех посадили дома всех закрыли все было закрыто никаких русских никаких других ресторанов все было абсолютно не ничего нельзя было никуда пойти и мы отмечали на самом деле хочу рассказать смешную историю мы у нас есть компания вот где-то человек восемь нас друзей то есть четыре пары такие самые близкие наши друзья с которыми очень много лет очень много лет дружим очень давно как правило новый год мы тоже отмечаем с ними вот в прошлом году когда запретили вообще нельзя было никуда пойти и запретили даже собираться дома у нас башка ситуация на новый год прошлом году что в дом в доме могли находиться только люди которые живут по этому адресу то есть вот мы и наша семья если пришли бы органы власти и застали бы у нас дома еще восемь человек еще шесть человек кроме нас тут там жутки были штрафы какие-то невообразимые штрафы пойду назад чтобы ветер не дул и никто не хотел рисковать потому что на самом деле да конечно понятно что мало вероятно что вам кто-то придет и оштрафует но были случаи я знаю точно потому что у нас одна девочка знакомая работает в полиции поэтому она говорила что доходят и до штрафу как бы можно рискнуть но никто не хотел рисковать потому что штраф там был какие-то сумасшедшие тысячи долларов для хозяев для каждого кто пришел на эту партию 750 долларов в общем это совсем не было никому не хотелось это делать на улице можно было собираться до пяти человек было бы до шести я не помню но у нас как бы компания из восьми человек мы нашли такое место в общем-то на паркинге возле входа в лес в парк где там стоял один большой такой фонарь чтобы был свет и мы значит приехали туда привезли складной стол привезли свои салаты оливье и под шубой там еще чего-то я не помню салат мимоза типичные 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 советские советские закуски для нового года привезли шампанское еще как это было очень холодно конечно же 31 декабря понимаете что в канаде тепло не может быть это было очень смешно там темно в общем особо ничего не видно один парень пришел с таким с фонарем на голове тоже освещала нам в общем мы так весело встретили этот новый год потому что мало того что у нас было больше количества людей чем можно было собираться даже на улице на тот момент у нас еще в канаде очень строго с распитием спиртных напитков общественных местах то есть вы не можете просто так прийти в парк или на какой-то в какой-то лес или на площадку или куда-то и сидеть и пить там вино водку или шампанское то есть если приедет полиция и увидит что вы вот это вот делаете то вы даже можете получить большой штраф поэтому мы как бы рисковали как бы всем ну на самом деле нет потому что мы специально мы нашли такое место уединенное куда где вряд ли бы нас вообще кто-то увидел и нашел ну вот тем не менее мы приехали туда восемь человек приехали вот расставили этот стол пластиковый поставить наш салат и в общем оделись тепло так выпили отпраздновали чокнулись 12 ночи и разошлись мы тогда когда наш салат оливье стал замерзать просто он превращается в ледышку это было конечно же минусовая температура и долго бы мы там еще мы стали замерзать вместе с этим салатом вот ну в общем вот так вот весело мы отпраздновали новый год а на самом деле я хочу сказать что мы до этого праздновали в разных русских ресторанах канадских если честно то вот это празднование на улице под фонарем с замерзшим салатом оливье и замерзшими стуча зубами от холода честно говоря мы никогда не забудем это было самое веселое и самое смешное отмечание нового года вообще из всех которые мы когда-то праздновали так что что называется знаете запоминаются всегда вещи не те которые и самые такие вот как нам кажется вот самые что мы пойдем самые лакшери плейс что там будет самая лучшая еда самая лучшая выпивка а запоминаются совсем совсем другие события и совсем другие места видите как уже такая знаете вот еще еще цветы но они уже таки осенние пожухлые на самом деле погода сегодня шикарный как я уже и сказал последний теплый день в году так вот за 7 я хочу с вами попрощаться рассказала вам историю как мы отмечали новый год в прошлом году не знаю что будет в этом тоже вам расскажу что и как у нас будет а на сегодня все с вами была ваша дита из осенней солнечной канады всех люблю целую пока пока бай